все есть я понял видео картинка идет к теме идет звук так не знаю пока будильники выключили выключили так телефон на самолете поставили наверно так камеру на звук проверили все есть всем привет хотели маленько попробовать поговорить-то помнишь о наших всех этих воежера каме-воежера которые там по по выезжали из россии оставили тут нас с нашими с нашими а ну да мало такая идет люди людей спрашивают а хочу бы это значимым да ну вот тоже взять эту голую вечеринку ночью мы показались все мне тут пришел тут демотиватор смешной что оказывается филиппа бедросовича хитростью заманили на эту вечеринку я представляю да как лесу в курятник на хитростью заманили но а он весь такой весь такой обколотый весь такой прям прям киркоров раньше если был такой анекдот что да это про ленина был анекдот и купить ленин что ли помнишь майкл джексон то приехал туда и оделся приехал узнать и что я самый-самый школьники им знаем помним майкл джексон старики вам помним любим пластинки там пишем на радио свободе тебя там копируем на эти помнишь это на пленку нарезали процесс интересный мне как физику тоже интересен дом на костях на резках шла на костях брали же эти как их снимки которые рентгенов рентгенов плане слышу никогда об этом рентгенов с тобой такие аналогии на хватает ну блин а киркоров он киркоров вот он анекдот но не к наркоману подошел наркоману западу косяк забивает погромче говорит а тут косяк забивает ты знаешь я такой там самый великий там самые знаменитые там кто я такой ленин что ли все понимали то чем но такой в общем то беззлобная не потому что мы ли не на самом деле на самом деле был великий не тот велики и ужасный все его знаю как гудвин да а тут на самом деле которые все знают сколько только грязи не вылили сколько всякой гадости всякого вообще но также как так же как настали на только сталин сильнее пострадал я считаю так ладно не отвлекаешь я бедросович бедросович он вот тоже можно он как приехал его все знают я вот самый-самый-самый маша на таити ездил ты хотел ехать вернее ты же говоришь он расписной там на таити же там расписывается бригин они там и наибицу и на таити там их любимые места вот например николая николаев к нам и так вот сразу опустили березня она любит ездить на это самое на пмж ванапа мне ванапа тоже там пишет комментарии чего там ванапа мы хотим николаевске кто хочет николаевске жить пускай николаевске живет но есть же показатели такие показатели нашего вида такие вот какие-то им тренинговые да они говорят как хорошо уехать куда-нибудь в китай там я не знаю есть египет там да а ты был горит день мир видел а вот если не охота просто тупо не охота никуда ехать вопрос и здесь жить охоту здесь здесь не помню начальник был у меня начальник исты игорь геннадий но я что-то сижу такой тоже да вот что-то там ругая власть по привычке да вот все плохо то нет у этого нету на это не хватает на то не хватает но там были причины нас просто в нас развили потребности премию давали давали потом раз и перестали давать время неплохая было две-три зарплата где-то примерно было мало до 4 ну серьезно достаточно ну и такой все таки ну все все таки загрустили я сижу тоже вращу такую власть ругай а мне игорь геннадьевич ну ты чё тебе власть дала все развивайся в мало денег как бы там утра развивайся когда развивайся у меня всё время я всё время занимался работой есть я я не могу я либо на работе либо как-то развиваться либо работу оставлять дал основной и как-то развиваться так вот киркоров он молодец он самый самый киркоров кирков есть даже песня какая-то Помнишь там, про Световика и про Киркорова? Он выходит, я Киркоров, я Киркоров, я самый Киркоров, Киркоров. И у нас вот в Николаевске завелся тоже свой Киркоров. Я смотрел тоже такой, он уехал туда, где солнце, оттуда там пишут всякие там анонимки, там мне тоже что-то отписывают всякую ерунду, всякую ересь. И оттуда говорит, вот, ребята, как хорошо жить здесь, как вот там плохо, ну не очень плохо, но подороже, а здесь как хорошо, это вот, я знаю, это называется travel-блогер, такой туристический блогер. И они на самом деле набирают неплохо. И вот, если бы... Не, ну это талант, я думаю. Это талант. Да, это или человек обученный этому, то есть я тоже смотрел, ну, фуфло неохота смотреть. Это талант, а у него есть вообще что показать-то, в смысле, там, посмотреть, что... Денег, я так думаю, по всему миру это не хватит, так-то покататься. Ну, собственно, можно там и в Египет, наверное, съездить, еще куда-нибудь. Почему не съездить-то, я не знаю, куда-нибудь. Ну, а что, ну пусть на пирамиду залезет как раз. На пирамиду, да, можно залезть. Все, его снимут еще туда и все нормально. Туда видно все хорошо. Не, что там. Ну, как бы, я считаю, что каждому свое, просто вот во время, вот в такое время военное, я думаю, если бы, допустим, так вот, да, идет там, например, Сталинградская битва, да, там, котел вот это вся вот эта вот трагедия. Да у нас СВО не хуже Сталинградской тут. Ну, я просто, к примеру, даже так вот. Ну, просто некоторые не понимают, они считают, что если тут бомба не сыпется, а войны нет, так войны нет за счет того, что наши ребята там на позиции. Ну, и президента мудрая политика, что мы живем так, что как будто войны нету здесь. А она есть. Вот, если бы, если просто сравнить, просто как бы, ну, многие даже и не понимают, что это такое, ну, это вот возьмите кипящий котел, где вот там все мясо, кровь вот так вот все перемалывается, еще взрывается. Это очень страшно на самом деле, вообще страшное дело. И в это время кто-то там у нас по радио вещает. Ну, конечно, это будет не Левитан, но такой голос веселый. Ребята, приезжайте отдыхать к нам сюда. Это самое, в Швейцарию приезжайте, лебедей покормим, все хорошо будет. Тут дешевле, там дороже. Я думаю, что этот диктор долго бы там не продикторил, его бы нашли. Ну, нашли бы сразу, объяснили ему бы. Ну, их находят, да. Рэп работает там, которые дикторы. А, ну, положение понятно. А вот по части этого, ну, туриста у нас, блогера в Египте, там что, новости какие там все-таки? Ну, есть там подвижки какие-то, по-любому. Доносится там, люди говорят, да, вот самое время, наверное, ехать в Египет. Так он же зовет всех, он говорит, приезжайте, три дня бесплатно, все дела. Ну, 70 тысяч заплати и три дня бесплатно живи. Ну, видишь, это хорошо. Я так понимаю, что он за свои деньги предлагает. Так может, он мне цена написать? Напиши ему. Телефон дать? Не, буду. Может, кто-нибудь хочет написать? Давайте телефон просто оставим. Я просто в глаза ему посмотрю, и у меня все понятно будет. Да. Ты хочешь вырвать его глаза? Нет, я хочу в них посмотреть. У нас уже был такой случай, мы спустимся. Это из мультфильма. Там что-то тоже про глаза было. Глаза заменить, да? Нет. Да, мозолят глаза, поэтому надо их заменить. Всем глаза надо заменить. Всем. Вот если кто-то глаза мозолит, вот меняешь глаза себе, и все, они тебе больше глаза не мозолят. Все вообще здорово. Ладно. Чего глаза на самом деле мозолить? Все, пробуем. Ты в Египет поедешь? Нет, я не поеду. Я пока здесь уже остался. Я бы на Шантыры съездил с удовольствием. А на Шантыры? В Египет я не хочу. Там заповедник, там хорошо, да? И еще бы я хотел Чизонье посмотреть. Это надо ездить на Лонгаре туда ехать. Вот там, в том лесу. Прямо бы сутки провел с удовольствием. Может быть даже пожил бы. Знаешь, что такое Чизонье? Ну, да. Это, короче, деревья. Они в обхватах вот с эту комнату. Даже больше. Вот две вот этих комнаты обхватка. Комель. И высота у них, короче, я не знаю, но с девятиэтажку точно. Там попадаешь и знаешь, парк юрского периода. Сразу первую ассоциацию. Вот сейчас вот из-за этого там вылезет какая-нибудь, может... Так, ну все, поехали в Чизонье. Египет, короче, нафиг. Поехали, большие деревья смотреть. Только это. Посмотрим. Пилить такие деревья не надо. У нас вот так все. Ну там и голым тоже не походишь. Комары там, да. Так, ну все. Заканчиваем. Субтитры сделал DimaTorzok